Добрый вечер! В эфире передача «Зона безопасности» и сегодня в выпуске. Урожай важно не только во время убрать, но и сохранить. Рейдовые группы правоохранителей в эти дни ежедневно осуществляют мониторинг уборочной компании сельскохозяйственных предприятий региона. На Барановичском райгросервисе провели не совсем привычные для сельхозорганизации мероприятия – выездное заседание суда. Проблема борьбы с незаконным распространением наркотиков по-прежнему остается очень актуальной. На сегодняшний день в уголовно-исполнительных инспекциях области состоят на учете около 800 человек. Урожай важно не только во время убрать, но и сохранить. Рейдовые группы правоохранителей в эти дни ежедневно осуществляют мониторинг уборочной компании сельскохозяйственных предприятий региона. В состав групп входят сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, отделов охраны правопорядка и профилактики, а также госавтоинспекции. Основная задача правоохранителя – не допустить преступлений и правонарушений в агропромышленной сфере. Под основным контролем сохранной зерна, горючей смазочных материалов и запчастей сельхозтехники. К сожалению, факты хищения имеют место. Правоохранителями были выявлены случаи хищений в Лунинецком и Столинских районах. В первом случае 46-летний механизатор одного из предприятий района похитил 250 кг различных видов удобрений, а также порядка 190 литров окрашенного дизельного топлива. Во втором случае в Столинском районе правоохранителями выявлен факт хищения 37-летним трактористам 320 литров дизельного топлива. Правоохранители свои мониторинги проводят по трем направлениям. Это борьба с экономическими преступлениями, охрана общественного порядка, контроль состояния механизмов и техники. На текущий момент изъято 250 литров нефтяного топлива, в том числе 1700 литров окрашенного, 760 зерновых культур, более 300 кг кобикорма, 200 литров средств защиты растений. Всего правоохранителями с начала уборочной кампании возбуждено 8 уголовных дел по фактам хищения собственности сельхозпредприятий области. Составлено более 50 материалов по правонарушению. По линии ГАИ за время проведения уборочной кампании выявлено 4 случая, когда за руль сельхозтехники селения Трезаевого. Это случилось в Дрогичинском, Жабенковском и Ганцевичском районах. Время проведения обследования правоохранители проверяют техническое состояние автомобилей, тракторов, самоходных машин, оборудование техники светоотражающей маркировкой и внешними световыми приборами в соответствии с требованием законодательства, а также перевозку урожая. Большое внимание уделяется выпуску на линию водителя, а также трактористов, осуществлению должного медицинского контроля. Кроме того, проверено 13 тысяч единиц сельхозтехники, выявлено 46 случаев неисправности и нарушений. Проверки состояния механизатора и техники проводятся и непосредственно в поле. Как уборка идет, процесс уборки? Замечательно. Все хорошо, все получается, погода радует. С документами все в порядке. Как самочувствие в такую погоду? Отлично. Хорошо, себя чувствуете? Такой мониторинг правоохранители дисциплинируют, предостерегают от противоправной действий и нацеливают тружеников сена только на получение хороших результатов. Для механизатора Владимира Рязановича это уже 20-я жатва. Неплохой урожай, хоть немного и погода, и немножко, как говорится, и зерновые подпалило, и проливные дожди были. Но, как говорится, еще на этот год урожайность хорошая. Ну, сложно, как бы, каждый год уборочная сложная, но стараемся на работу с позитивом, как говорится, в хорошем настроении. Благодарны за помощь в обеспечении порядка и специалисты на местах. Такой мониторинг позволяет не отвлекаться и заниматься больше своими должностными обязанностями. Я считаю, это неплохо, это дисциплинирует и выявляет таких, можно сказать, не родивых водителей, механизаторов, потому что все-таки есть случаи, бывает, и, как бы, ну, не исключены они до сих пор. Подобные мониторинги правоохранители будут проводить на завершение уборочной кампании. На Барановичском райагросервисе провели не совсем привычное для сельхозорганизации мероприятие – выездное заседание суда. На скамье посудимых оказались двое работников предприятия, которые слили 280 литров топлива. Часть дизеля обвиняемые продали. Покупатель ворованного также понес доказание. Простой, но при этом криминальный способ заработка придумали себе работники Барановичского райагросервиса. Водители-тракторист, машинист слили дизельное топливо и продали своему знакомому. Согласно материалам уголовного дела, в распоряжении злоумышленников оказалось 280 литров солярки. 160 из них подельники продали работнику местного лесхоза по рубль 50 за литр. Все трое выслушали обвинительный приговор. Работники райагросервиса признаны виновными по части 2 статьи 211 Уголовного кодекса Республики Беларусь. И каждому из них назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы, без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права занимать должности, связанные с распоряжением товарно-материальными ценностями сроком на два года, а также со штрафом в размере 50 базовых величин. К тому же, кто приобретал похищенное топливо, назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием до года государства 10% его заработка. Проблема хищения топлива с вверенных работникам сверхозпредприятий комбайнов, тракторов и автомобилей остается одной из ключевых. Только за последние две недели в Баразовском районе правоохранители выявили 15 аналогичных фактов. И еще один яркий пример отсутствия исполнительной дисциплины поеж крупного рогатого скота. Вопрос находится на контроле прокуратуры. В первую очередь, уделяется внимание проблемным хозяйствам. В текущем году таковым в Баразовском районе является, например, ОАО «Крошин», к руководствуясь специалистом которого у прокуроров множество замечаний, как по вопросам уборки урожая, так и в сфере животноводства. В последней части хозяйство является одним из лидеров по падежу крупного рогатого скота. За полгода в хозяйстве пало 93 головы КРС, что на 27 голов больше, чем за аналогичный период прошлого года. И по итогам 7 месяцев данная негативная тенденция, к сожалению, не поменялась. По инициативе прокуратуры к решению проблемы привлечены специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома. Чтобы предотвратить подобные эпизоды, работники прокуратуры продолжают инспектировать агропромышленные предприятия и предупреждают, мониторинги будут проходить ежедневно, даже в выходные. Проблема борьбы с незаконным распространением наркотиков по-прежнему остается очень актуальной. На сегодняшний день в уголовно-исполнительных инспекциях области состоят на учете около 800 человек, которые имели проблемы с законом за употребление и распространение наркотических веществ. Какая профилактическая работа ведется с этими людьми, расскажем в следующем материале. Каждое воскресенье, три понедельника в месяц, приходить в уголовно-исполнительную инспекцию. Думаю, быть не позже 19 часов. И это не все ограничения, которые решением суда вынесены в адрес молодой жительницы областного центра Дарьи, которая сделала в своей жизни один неверный шаг. Попробовала наркотики и хранила их дома. Связалась с плохой компанией, которая повлияла на мою жизнь. И получилось так, что вместе и попали в неприятную ситуацию. После чего я получила наказание в виде ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа на два с половиной года. Выводы, конечно, сделаны, но теперь решение суда необходимо выполнять безукоризненно и не перейти в своем поведении так называемую «красную черту». Нельзя поддаваться влиянию людей. Нужно иметь свое мнение и думать наперед, что будет, а не жить одним моментом. Перманентные. А можно сказать, что на сегодня и затянувшиеся проблемы с законом и у 52-летнего жителя областного центра Анатолия Корольчука. Несколько лет назад он попробовал наркотики, затем начал совершать и другие правонарушения. Сейчас также находится под надзором милиции. Ну, у меня как бы установлен административный надзор за административное правонарушение. Ну, и... Ну, я и так постоянно под ним, под надзором этим. Как так получилось, что установлено? Ну, административное правонарушение было. Употребление было, ну, когда еще это... Ну, это уже было давно. Я уже давно забыл, что это такое. Два с половиной года ограничения свободы получил по решению суда и еще один молодой житель областного центра Дмитрий. Теперь ему можно выходить из дома только два часа в день, пока не найдет работу. Осужден ограничить свободу на два года. Ну, сейчас в данный момент хожу в центре занятости, устраиваюсь на работу. И сейчас пока могу в будние дни выходить только с 10 до 12, посетить магазин и другие заведения. Кроме посещения осужденными уголовно-исполнительных инспекций в установленное время, таким людям в любое время домой могут прийти с проверкой сотрудники правоохранительных органов. Формы контроля бывают разные. Большинство из них имеют ограничение нахождения по месту жительства. Предусматривается наложение взысканий за отсутствие нахождения их по месту жительства. Если осужденный нарушает данное требование, то впоследствии происходит замена режима и осужденный отправляется в места лишения свободы. Но несмотря на различные профилактические мероприятия, довольно суровые виды наказаний и большие сроки ограничения свободы, желающих попробовать запретный плод, к сожалению, меньше не становится. Если раньше эта проблема была более старших поколений, то сейчас в основном вовлекается молодежь. Очень-очень много молодых людей состоят у нас на учете, и с каждым днем становится все больше и больше. Правоохранители в очередной раз предупреждают, что шутить с законом обходит себе дороже. И наказание рано или поздно будет неотвратимо. А годы, проведенные в местах лишения свободы, вернуть уже не получится. На сегодня это все материалы выпуска. Следующая передача «Зона безопасности» выйдет в эфир 15 августа в 19.55 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова